Мертвая тишина. Родственники убитого и убийцы вместе ждут решения суда. Преступление, которое взбудоражило весь город, произошло в октябре 2018 года. В гаражном кооперативе на Малахова 22-летние Михаил Поспелов и Евгений Кочергин напали на Михаила Седова. Они нанесли несколько ударов монтажками по своей жертве. Затем загрузили Михаила в его же автомобиль, увезли в лес и там нанесли еще пять ножевых ранений. Седов скончался, ему было 38 лет. Тело нашли через два дня, недалеко от поселка Булыгина. Жуткие подробности медицинской экспертизы жене и матери Седова пришлось выслушать еще раз. Кочергин и Поспелов виновными себя не считают. Кроме того, на одном из заседаний они потребовали коллегию присяжных заседателей. Видимо, рассчитывали на смягчение приговора. Убийство Поспелов и Кочергин совершили с целью наживы. Но машину Седова, Субару, которую эксперты оценили в 615 тысяч рублей, разбойники почему-то бросили возле поселка Власиха. Забрали только 2000 рублей. Такова цена жизни. Теперь парням придется платить самим. Каждому выставлен в счет более 2 миллионов рублей за моральный вред. Никакое решение суда не вернет ни мужа. И отца, но и дети. Поэтому я считаю, что они недостойны жить на этой земле. На протяжении всего заседания Евгений Кочергин закрывал лицо кепкой. Михаил Поспелов периодически краснел. Кстати, Поспелов как-то признался, что с детства хотел стать летчиком. Но судьба такова, что сначала он устроился осенизатором, а теперь станет заключенным. В ближайшие 18 лет полетать не получится. Ирина Корчегина, Алексей Фризин. День с толком. Продолжение следует...